Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня политолог Екатерина Шульман. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните. Звоните также из-за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230 6191. Сегодня Латвия находится на карантине. Закрыты у нас внешние границы. Также границы закрыты и в России, насколько мы знаем, и в других странах. В рамках этой чрезвычайной ситуации вводятся определенные ограничительные меры безопасности властями. А меры, конечно, на мой субъективный взгляд, они вполне разумны, но в то же время сегодня общество начинает думать и о будущем, заботиться о будущем, скажем так. И некоторые задаются вопросом о том, а что будет после? Вернут ли нам те свободы, которые вот сейчас ограничивают? Как, на ваш взгляд, есть ли риск невозвращения свободы? Такого рода большие события, масштабные бедствия, конечно, меняют образ жизни, в общем, необратимо. Это правда. Мы это знаем на примере предыдущих исторических событий. Ну, скажем, после теракта 11 сентября во всем мире уже, видимо, навеки изменился, например, порядок авиаперелетов. Мы воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся, да, и рамки, и осмотры, и запрет на пронос жидкостей. Не было, слава богу, после 2001 года каких-то больших такого рода терактов, похожих, аналогичных, но, тем не менее, рамки никто отменять не собирается. Порядок того, как мы вообще себя ведем и как с нами обращаются в аэропортах, да и на железнодорожных вокзалах, и в самолетах, и в поездах, он изменился навеки. Точно так же можно себе представить, что, например, по итогам этой эпидемии у всех пассажиров будут измерять температуру. И вместо рамок, не вместо, а в дополнение к рамкам металлоискателей появятся какие-то рамки или какие-то вот эти вот пистолеты, термометры, которым будут проверять каждого, и, скажем, с температурой нельзя будут сесть на самолет или на поезд или в автобус. Это вполне можно себе представить. Могут быть еще какие-то последствия. Ну, скажем, разнообразные службы, аналогичные нашему Роспотребнадзору или санитарным инспекциям, станут новыми спецслужбами. Их вооружат, они будут более многочисленными, и они, скажем, станут в большей степени определять, кому можно куда-то идти или на работу устраиваться, или, собственно, на свое рабочее место проходить или куда-то ехать, а кому нельзя. Это возможно. Предполагать, что в каких-то крупных странах, хоть демократических, хоть недемократических, ведут комендантский час навеки, ну, все-таки трудно. Государства, скорее, страдают от происходящего, чем наслаждаются им. Даже если под государством мы будем подразумевать государственный аппарат, не всю страну, а вот именно то, что называется власти. Конечно, для них это золотое время, потому что они выступают защитниками, к ним прибегают за помощью, и практически все, что они сделают, выглядит оправданным. Но, с другой стороны, это и большая нагрузка, и это большие риски, потому что вслед за первым вот этим душевным движением прибегнуть к помощи сильной власти наступает вторая стадия. Причем они не очень разделены и во времени. Это стадия недоверия, подозрений и обвинений. Почему допустили, не предотвратили, скрывают информацию, плохо лечат, не лечат, зачем закрыли границы, зачем не закрыли, слишком сильный карантин, слишком слабый карантин. Это вот такой эффект Черчилля, войну выиграл, а выборы проиграл, потому что хочется оставить, как это называется в нынешнем языке, весь негатив в прошлом и начать с новой страницы, с какими-либо другими, новыми людьми, которые в этом самом негативе не замечены. Это, конечно, больше эффект для демократии, чем для автократии, но, тем не менее, он в том или ином виде есть везде, просто разные есть возможности это проявить, конвертировать в какие-то политические результаты. Но если говорить о России, насколько, на ваш взгляд, адекватно власть российская реагирует на то, что происходит с коронавирусом, потому что можно услышать такую точку зрения, мол, в Европе коронавирус провоцирует правительство делать какие-то жесткие меры, в России этого не происходит. Вот насколько это справедливо и как вы оцениваете действия российских властей в этой истории? Вы знаете, я все-таки не могу судить об этом в целом. Тут надо быть настоящим сварщиком, настоящим все-таки вирусологом для того, чтобы сказать, например, адекватны, правильны ли меры по закрытию или стимулированию перехода на дистанционное обучение школ и детских садов. Либо, наоборот, это закрывает дома детей, которых дома сидеть не обязательно, и подвергает опасности их пожилых родственников, которым будет вменена в обязанность с ними сидеть, пока родители работают. Я не знаю, этого я судить, об этом я судить не могу. А что я могу сказать, это то, что вчера, конечно, довольно поразительным для меня было подписание указа с датой всенародного голосования 22 апреля. То есть не отменили? Это да. Тут не надо быть врачом для того, чтобы изумиться такому решению. После этого было сделано много оговорок и самим президентом, и сегодня его пресс-секретарем, что нет, мы все перенесем, если обстановка будет развиваться так или иначе. Но вы же понимаете, что это значит для бюрократического аппарата, и это-то, я понимаю, очень хорошо. Это значит, что каждый губернатор будет стремиться доказать федеральному центру, что на его территории все хорошо, и он к голосованию готов. Самое главное – это продемонстрировать готовность к выполнению поручений начальства. Поэтому регионы будут скрывать реальную эпидемиологическую ситуацию. Точнее говоря, у них появляется очень серьезный стимул так делать. Вот если мы сейчас увидим, что волшебным образом в национальных республиках никто не болеет, а в среднерусских областях и в больших городах почему-то болеет, то тогда я права. Потому что это те самые области, те самые республики, так называемые регионы электоральных аномалий, которые дают всегда максимальную явку и максимальный результат нужный на любого типа выборах и голосованиях. Очень опасно устраивать такую соревновательность и давать руководителям регионов такой серьезный повод искажать реальную картину. То есть, еще раз скажу, они будут стремиться отчитать, что у нас все нормально, мы готовы 22 апреля проголосовать, обеспечить явку, всех согнать на участке, у нас вообще все здоровые, как мухи выздоравливаются. Почему, на ваш взгляд, для власти так важно провести 22 апреля это голосование, учитывая, ну, можно, наверное, сделать такой вывод, что власть контролирует ситуацию. Это показало решение Конституционного суда, который поддержал те поправки, которые предложил Владимир Путин. Ну, перенесли бы на месяц или на два, ничего бы не изменилось. Почему в этом такой принципиальный вопрос? В чем смысл спешки? Вы знаете, с самого начала этого нашего Конституционного процесса, с 15 января, мы все говорили, вот не только я, но и много других людей, которые наблюдают за ситуацией в России и ее изучают профессионально, что все более-менее понятно, схема понятна, изменение этой схемы понятна, целеполагание более-менее понятно, но есть одна неизвестная нам переменная, и она продолжает оставаться неизвестной. Это тайминг. Мы не понимаем, с чем связана такая скорость проведения этой всей операции. И еще раз повторю, мы продолжаем это не понимать. У нас нет какого-то одного куска этого пазла, без которого это все не складывается. Это объяснение может быть простым. Например, ну там, кусть железо пока горячо, да, проводи быстрее, пока люди не опомнились. Возможно, но все же, опять же, учитывая то, что вы назвали контролем над ситуацией, хотя вы знаете, контролировать 11 пожилых членов Конституционного суда, это еще не значит контролировать ситуацию. Ну да, нужного решения от почти любого органа власти добиться можно. Учитывая это, действительно не очень понятно, почему нужно делать это с такой невероятной скоростью. То объяснение, которое, так сказать, не научное, а народное, оно вам, я думаю, известно. Оно распространяется по популяции. Не хочу сказать со скоростью вируса, но, в общем, распространяется, потому что оно при всей своей абсолютной недоказуемости, при том, что у нас нет никаких оснований так считать, оно самое простое, и оно, поэтому, так сказать, завоевывает сердца. И это объяснение, что все это связано каким-то образом со здоровьем президента. Еще раз повторю, я лично считаю, что это неправда. По крайней мере, у нас, еще раз повторю, у нас нет оснований так считать. А питаться какими-то воображаемыми инсайдами – это вообще последнее дело. Но сама логика вот этой вот безумной спешки, конечно, наводит разных людей, которые не являются ни политологами, ни аналитиками, а просто вот живут на белом свете, думают, а что торопятся-то? Ну вот, чтобы успеть, пока еще успеют. А отложат, а там еще неизвестна вообще, будет ли такая возможность. Еще раз повторю, я думаю, что это фантастическая версия, но она сама по себе, обалдевая массами, становится материальной силой, как сказал бы Ленин. Ну вот как раз вы упомянули о том, что в народе эта версия популярна. Валерий Соловей, российский политолог, очень часто ее озвучивает. Это похоже даже на такие вбросы, потому что это расходится по интернету, по рунету, цитируется активно другими средствами массовой информации. Эта мысль, эта версия, этот слух, он поддерживается осознанно, как вы считаете? То есть есть силы, которым выгодно, чтобы это... Но Валерий Соловей говорит о обстоятельствах непреодолимой силы, насколько известно, не конкретизируя, намекая, что здоровье... Валерий Соловей очень загадочный человек, у него много-много источников разной инсайдерской информации, и он время от времени великодушно делится ими с публикой. У меня никаких источников нет, а если бы они были, то я бы точно их не распространяла, поскольку моя научная позиция состоит в том, что открытых источников, открытых документов более чем достаточно для того, чтобы судить о ситуации. Никому не нужен никакой инсайд. Проблема общения с инсайдерами, она двойная. Во-первых, они очень склонны врать, либо по привычке, либо преднамеренно. А во-вторых, они очень мало понимают в том, что происходит. Люди, вовлечённые в процесс, акторы, живут день ото дня, у них горизонт довольно короткий. Они знают, что сейчас происходит вот прямо вокруг них. И вокруг них столько происходит всякого, что это очень закрывает им перспективу. Поэтому их слушать, себя не уважать, это не даст вам никакого понимания большой картины. Но вам сообщат великий секрет, чтобы вы потом дальше, опять же, как инфицированный, бегали и передавали его окружающим. Я сейчас вот этот вот пассаж предыдущий, собственно, не для того вам рассказывала, чтобы тоже распространить эту версию. Ещё раз повторю, мне кажется, это неправда. Но когда есть вот такая загадочная вещь, как эта самая спешка, то её люди начинают объяснять. Если никакого объяснения им не даётся, ну, например, мы должны успеть до пассивной, потому что иначе, там, не знаю, никто не будет сеять. Например. Или ещё что-нибудь в этом роде. Там нет времени на раскачку, поэтому давайте побыстрее. Или нет, мы вовсе не торопимся, у нас всё происходит в регламентном порядке. Никаких объяснений не даётся, этот вакуум будет заполняться. И он будет заполняться самым простым, лежащим на поверхности объяснением. Самое простое, лежащее на поверхности объяснение, именно такое. Ну вот вы упомянули, что инсайдер не видит всю картину. Аналогия, которая у меня сейчас возникла, это как солдат в окопе, который смотрит и видит только тот фрагмент, на котором он находится. Можно ли сравнить инсайдера вот как раз с тем самым солдатом, который в окопе на поле боя находит? Вы знаете, если уж употреблять аналогии, то это, знаете, как орнитологу нет никакого смысла беседовать с чайкой или с тюленем на птичьем базаре для того, чтобы понять, чего там происходит. Тюлень, он там, конечно, лежит прямо посередине, но он очень мало что соображает. Поэтому у нас другие методы изучения и измерения. Всякого рода интервью, опросы и фокус-группы, и глубинные интервью туда тоже входят, в том числе и с акторами, и с инсайдерами. Но, поверьте, это совсем не основной метод изучения. Сценарии, которые пишут в Кремле, история с Валентиной Терешковой, обнуление Владимира Путина, выбор первой женщины-космонавта для того, чтобы она сыграла эту роль. То есть, насколько этот сценарий продуман, или это такая история импровизации, когда все принималось очень быстро? Как вы считаете? Этот вопрос часто задают. На самом деле, ответ на него не очень важен. Ну, хорошо, я вам скажу. Я точно знаю, что это была импровизация. Или, я вам скажу, это было задумано 15 января. Что изменится для вас? Это случилось. Случившееся будет иметь последствия. Я лично считаю по ряду признаков, в основном по тому, как шло прохождение поправок в Думе, что это была действительно такая вот импровизация судного дня, импровизация последней минуты, что это накануне решилось. Но другие считают иначе, аргументируя иным образом свою позицию. Ну и что из этого? Еще раз повторю, какая разница? Единственное, что здесь может быть важно. Если это импровизация, как предполагаю я, то она увеличивает вероятность других импровизаций в будущем. Я вижу очень большое стремление оставлять опции открытыми. Может быть, президент возглавит госсовет, но мы ничего не знаем о госсовете. Может быть, он пойдет на следующий срок, а может быть, не пойдет. Как только эта неопределенность выкристаллизовывается в некую определенность, ну, например, перед самым этим выступлением Терешковой как-то начал складываться консенсус, в том числе, очевидно, среди высшего чиновничества, что президент на следующий срок не будет баллотироваться. Точнее говоря, что он не будет участвовать в следующих президентских выборах, когда бы они не состоялись. Когда эта уверенность проникла в души высших госслужащих, надо было ее немедленно разрушить. У нас продолжает оставаться много темных мест или белых пятен, если хотите. Закона о госсовете нет, нет даже проекта. Мы не знаем, что это будет за орган власти. Он может быть совершенно пустым, он может быть полновластным. А нет еще вот этих вот новых президентских сенаторов. Я напомню, что президент получил это право по закону назначать членов Совета Федерации несколько лет назад, ни разу им пока не воспользовался. Теперь их число увеличено до 30, в том числе и экс-президенты становятся пожизненными сенаторами. У нас нет уверенности насчет 2024 года, будут ли выборы в 2024 году или не в 2024 году, будут ли еще какие-то изменения дальнейшие. Можно же еще много чего поменять, кроме Конституции. Закон о выборах, например, тоже вполне изменяемый, не надо такой сложной процедуры. То есть вот у нас такая вариативность. Вроде как подписан указ, назначающий дату голосования на 22 апреля, но тут же говорится, что если будет эпидемия дальше развиваться, то мы это перенесем. Куда перенесем? На какой срок? Там были разговоры про 12 июня, были разговоры про сентябрь, про единый день голосования. То есть, понимаете, продолжает поддерживаться вот такая вот обстановка мутности, в которой, конечно, преимущество имеет тот, кто принимает решения. Он тоже не знает, чего будет. Он не знает, чего он решит. Но все остальные еще в большем незнании находятся. Поэтому у него есть форум. Вы сказали, он не знает, что будет. Вот у вас вопрос к нам пришел от Артема. Он спрашивает вас, как вы думаете, Владимир Владимирович хоть как-то планирует политическую жизнь России после своего ухода или смерти? Потому что сейчас есть ощущение, что все завязано на нем, и без него все рухнет. Я не буду судить ни о каком другом человеке, и что он планирует, а что он не планирует. Мы в чужую голову все равно не влезем. Давайте я отвечу на ту часть вопроса, которая относится к моей профессиональной компетенции. А именно насчет завязанности всей системы на одного человека. А вы знаете, меня поддерживает в моем мнении об импровизированности выступления Терешковой именно вот это обстоятельство. Когда началась конституционная реформа, когда была объявлена, пришла поправка о том, что слово подряд убирается из статьи про два срока, когда появилось положение о госсовете, когда, собственно, начала складываться вот эта уверенность в том, что или надежда, если хотите, или опасения у кого как, а в том, что президент после 2024 года уже свой пост занимать не будет, вдруг как-то всем стало ясно внезапно, что вообще-то система будет работать и без него. Давайте, может быть, похвалим его за это. Он на самом деле выстроил ту политическую машину, или при нем сложилась та политическая машина, которая обладает значительной собственной устойчивостью. Может быть, поэтому это и пришлось срочно приезжать в Думу и перечеркивать эту перспективу, потому что вдруг все увидели ее как реализуемую. Не произойдет никакого обрушения в случае такого развития событий. Россия управляется бесчисленной бюрократией, которая, в общем, более-менее умеет делать свою работу. Она ее делает слишком дорого, слишком медленно, и делает много такого, чего она делать не должна. Но сказать, что все это сводится к одному единственному человеку и без него рухнет, у нас нет ни малейших оснований. Вообще никаких. Да, он является арбитром в отношениях между кланами, между группами интересов. А возможно, если он вдруг, если вот, так сказать, совсем эту фигуру снять с доски и представить себе, как игра идет без него, какие-то из них передерутся друг с другом. Но, вы знаете, Россия это переживет. Это не приведет к коллапсу, хаосу и дестабилизации. Люди не побегут скупать гречку от того, что Ковальчук победит Ротенберга или какой-нибудь очередной генерал Следственного комитета случайно выпадет из окна. Им, конечно, будет грустно в этот момент, особенно когда будут выпадать. Но Россия от этого не погибнет. Ну, еще вопрос от Артема. До перерыва успею вам задать. Сейчас все сконцентрировались на конкретно обнулении сроков. Нет ли ощущения, что мы не замечаем какие-то важные изменения, которые происходят в политической жизни России? В политической жизни России происходит много всего. И сразу действительно трудно за всем уследить. Поправка об обнулении, да, является значимой, потому что она теоретически закрывает возможность для ротации власти. Это очень примитивизирует политическую систему и, конечно, отбрасывает ее в ее развитии далеко назад. Ротация высшей власти – очень важный элемент не то что любой демократии, но вообще любой работающей системы. Если каждый начальник, а высший начальник – образец для всех остальных, считает правильным, что он сидит на своем посту до самой смерти, это плохо, это останавливает развитие, да. Поэтому люди сконцентрировались именно на этом моменте не напрасно, не зря, потому что он действительно чрезвычайно вредный политически. Даже если это не будет реализовано на практике, само наличие такого внеправового и ничем не аргументированного исключения портит нашу конституцию и портит наши политические нравы. Это дикость, понимаете? Это варварская совершенно оговорка. Это бабушкина оговорка. Бывает дедушкина оговорка, это бабушкина оговорка. Это, еще раз повторю, варварство и дикость. Люди должны занимать государственные посты, потом уходить из государственных постов. Никакой нужды сидеть им там долгими десятилетиями нет. Россия совершенно не такая страна, которая в этом по какой бы то ни было причине нуждается. Этим не обеспечивается стабильность, как мы сейчас наблюдаем на своем собственном примере. Этим обеспечивается только клановость и кумовство, высокий уровень коррупции и низкий уровень роста и развития. В Конституции есть, скажем так, эта поправка, которая отмечает новые поправки, которая отмечает, что российское законодательство теперь имеет приоритет над международным. И вы, кстати, в одном из своих интервью тоже подчеркивали, что это противоречие, потому что в одной из глав как раз Конституции сказано, что Россия как раз принимает на себя эти международные обязательства. Вот что будет с этими противоречиями? Ведь их немало, насколько нам известно сейчас в новой Конституции. К сожалению, и это я говорю не я, а это говорят люди, которые в Конституции разбираются лучше меня, такие как Тамара Морщакова, действительно текст Конституции становится внутренне противоречив. То есть главы первая, вторая и девятая, неизменяемые главы, выступают в противоречии с главами с третьей по восьмую, в которые вносятся изменения. Это очень плохо, это порча текста. Это называется порча текста. Это делает его неимплементируемым. То есть он не будет действовать. На это довольно часто говорят, что он и до этого не особо действовал, но, знаете ли, лучше иметь хороший текст, чем плохой. Лучше иметь хороший текст и хорошую правоприменительную практику, чем хороший текст и плохую правоприменительную практику. Но иметь плохой и то, и то еще хуже, потому что это, еще раз повторю, закрывает перспективу. Практику можно привести в соответствие с текстом, если есть общественный запрос и политическая воля. Но если у вас и текст плохой, то в соответствии с чем вы будете приводить свои политические и правоприменительные практики? Поэтому поправка о приоритете международного законодательства носит декларативный характер. Она повторяет в Конституции то, что уже есть в нашем законодательстве федеральном. Она бессмысленна с правовой точки зрения, потому что Россия берет на себя обязательства перед международным законодательством, вступая в соглашение и договоры. Она не может их не исполнять. Либо надо из соглашения выходить, либо надо его исполнять. Поэтому это, в общем, пустое заявление. Я обращу внимание ваше на то, что перед самым вторым чтением появилась еще одна поправочка, которая говорит о том, что Конституционный суд может рассматривать решения международных судов и их признавать неконституционными, если ему так покажется. Я спросила у своих коллег-институционалистов, это ведь первая мысль, которая приходит в голову, это ведь, чтобы 50 миллиардов не платить. Мне сказали, да, но это не поможет, потому что, естественно, это никакие внутренние наши решения никак не охраняют нас от ареста наших активов или собственности Российской Федерации за рубежом. Поэтому платить или договариваться все равно придется, но нам на душе будет легче, что наш суд сказал, что мы вообще-то никому ничего не должны. Что касается государства образующего языка, потому что русским он там не назван, но, тем не менее, из контекста понятно, что речь идет о русском языке. Русский язык назван, русский народ не назван. Да, русский язык как государственно образующий язык государственно образующего народа. Нет, 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 как числик государственно образующего народа. Что это означает на практике? Потому что в Латвии есть преамбула в Конституции, где, в общем-то, похожие элементы, они вызывали определенную критику, в первую очередь от людей, которые говорят на русском языке, около 40% в Латвии. Латышский язык является основным, ну, памат нации То есть основная нация и латышский язык там, соответственно, тоже В новой конституции российской, ну, если эти поправки будут приняты Что означает вот эта история с государства, образующим языком? С точки зрения правовой, примерно ничего Потому что русский и так является государственным языком Если вы посмотрите действующую версию конституции до изменений То там все это ровно и написано Только без государства, образующего народа Довольно малоосмысленной поправки Потому что она ничего не добавляет У нас и так русский язык государственный Он на всей территории Российской Федерации В обязательном порядке применяется Остальные языки там, национальные, устанавливаются в республиках Это тоже все написано в конституции Тут никаких изменений туда не вносится Видимо, предполагалось, что это должно понравиться Традиционалистам и русским националистам Которые вдруг скажут, боже, значит, у нас, как и у всех остальных народов Записали русский народ в текст конституции Потому что большинство национальных государств Национальных государств Америка, например, не национальные государства А, собственно, Российская Федерация тоже Они имеют либо в преамуле, либо в тексте Какие-нибудь слова насчет того, что мы там Великие французы или Великие финны Или кто-нибудь там еще выдающийся Затмеваем собой солнце И вот образуем вот это вот государство Это как раз общеспространенная практика Вообще в конституциях много чего понаписано Особенно в преамбулах Обычно это рассматривают как историческое наследие Так сказать, переданное памятью предков Как у нас теперь будет сказано Никто особенно не вчитывается Также в гимнах большинства стран Поется какая-нибудь шовинистическая Или кровожадная довольно текст Ну вот Марсельез, например, да И ничего, как-то все поют И не считают, что это обязательно призывает их Окроплять кровью врагов, значит, своей нивы Как там, собственно говоря, и сказано Никто не предполагает, что это должно быть развито В каком-то законе В республике Франции Об окроплении нив кровью Но эти страны защищает Их правовая культура Их, скажем так, историческая, политическая традиция И, что важнее всего этого вместе взятого Система сдержек и противовесов Которая не позволяет никому Одному законодателю Или исполнительной власти Или увлекаться Вот этим самым специфическим законотворчеством У нас столько опасений, потому что у нас сдержек нет У правы нет На главного законодателя Поэтому всем становится боязно Когда такое там вдруг понаписано Но, значит, самой фразы Русский народ так там и нету Вообще слово русский Употребляется однократно Вот в этой самой статье Про русский язык А, по-моему, Союз СССР упоминается А что касается Бога в Конституции Еще один аспект Сатя 67.1 Там еще все более мутно Там не то, что прям вот Бог Там, значит, написано Что Российская Федерация Объединенная тысячелетней историей Сохраняя память предков Передавших нам идеалы и веру в Бога То есть мы сохраняем память предков Не память о предках А память предков А они знают, что это значит А они, в свою очередь, передали нам идеалы Какие-то И веру в Бога какого-то Но они передали Хорошо Это, в общем, не обязывает нас Каким-то образом этого придерживаться Тем более не очень понятно Что именно имеется в виду У нас и так есть в нашем законодательстве Разделение на традиционные религии И нетрадиционные Значит, у нас в законе-то Всякие разнообразные религии есть И те, которые традиционные религии Пользуются определенными привилегиями В том числе и ученичными, и налоговыми Поэтому Бога у нас в законодательстве достаточно Только не в качестве идеала Передного предками А вполне в такой конкретной Организационно-правовой форме Тут я не думаю, что что-то кардинально меняется Еще вопрос пришел от Артема Он спрашивает Совсем не чувствуется оппозиционного противодействия Это из-за коронавируса Или просто существует некая апатия от происходящего? Во-первых, есть оппозиционное противодействие И оно происходит в условиях Когда его как-то демонстрировать довольно трудно Массовые мероприятия, давайте напомню, запрещены Нельзя никакой митинг собрать Раньше это было не особо можно Сейчас это просто невозможно Это касается, правда, и митингов в поддержку Был на 15 марта запланирован Митинг сторонников поправок И его тоже зарубили Но и всех остальных это тоже касается С одиночными пикетами люди выступают И стоят там возле Владимира И в других местах И возле администрации президента И не только в Москве С одиночными пикетчиками стали явно обращаться хуже Судя по всему, какой-то негласный режим усиления возник Пикетную очередь на Лубянке избили Там, где Лев Пономарев был Хотя там до этого люди приходили Это уже как бы стало некой традицией Их не трогали И в других городах Одиночных пикетчиков винтят Чего, еще раз повторю, последнее время уже не было Потому что много было выступлений Начиная с лета и раньше И позже По поводу каких-то громких В основном судебных дел Были вот эти пикетные очереди То есть люди приходили Передавали пикеты друг другу Еще раз повторю Это было, в общем, как бы уже так вошло В некую традицию Сейчас стало хуже с этим Я думаю, что это связано Не с каким-нибудь вирусом А скорее с подготовкой к голосованию И что поэтому так плохо Что названа такая ранняя дата Это эту обстановку чрезвычайности усиливает Если бы было перенесено То сейчас бы все были поспокойнее И могли бы сконцентрироваться Собственно на карантинных мерах А не на том, чтобы терроризировать людей с плакатами Ну что касается Отвечая на этот вопрос То есть противодействие есть Но есть фактор, который его действительно пригашает Трудно было агитировать людей Голосовать против Потому что поправки сначала были слишком невнятны Непонятно было против чего выступать Когда в общем замысел каким-то образом выявился Голосовать, призывать к голосованию против стало легче Потому что обнуление сроков понятно И самому политически наивному человеку К чему тут дело клонится То есть можно призывать людей против этого выступать Но наступил карантин В отличие от наших властей Богоспасаемых, которым ничего не страшно В общем, публичные политики Имеющие только свою репутацию в качестве актива С трудом могут выйти и сказать Граждане, придите Может, вы зародитесь и помрете Зато вы, значит, злого Путина свергнете Ну как-то это не очень хорошо Поэтому, конечно, если эпидемия пойдет По тому сценарию, по которому она идет Во всех остальных странах Призывать к участию в этом мероприятии Будет морально сомнительно Если вообще говорить об оппозиции Сегодня, мне кажется, не только в России Вообще на постсоветском пространстве Оппозиция, она как-то не консолидирована между собой Не говорю о необходимости консолидироваться вообще Но даже как-то институативно Тоже не может консолидироваться А вот конституция обнуления Если мы говорим о российской оппозиции Могла бы стать той самой такой консолидирующей темой Условно противников и сторонников Навального Или же нет? Когда мы употребляем термин оппозиции Мы очень сильно себе дурим голову Потому что мы начинаем себе представлять Политический субъект, которого не существует Оппозиция Это в парламентских странах бывает Это та партия, которая находится в парламенте Но не сформировала правительство Потому что не получила достаточных голосов И ждет следующих выборов, чтобы на них выиграть Вот что такое оппозиция Значит, когда мы говорим о наших протестных акторах Это абсолютно другого типа Политические субъекты, действующие в других обстоятельствах Эти обстоятельства таковы, что объединение Может быть совершенно не самой разумной тактикой Потому что ты представляешь собой более простую мишень В нашем случае может быть создание гибких структур Подобных тем, которые, собственно, создает Навальный Это более разумная тактика, чем создание воображаемого единого фронта Он может возникнуть Но, цинично выражаясь, когда власть станет слабее Сейчас ему возникать не время Хотя ситуативные союзы возникают и показывают свою эффективность Когда есть цель, люди объединяются Просто так объединиться, давайте тут сейчас, значит, поменяем режим Не возбуждает Не возбуждает этот граждан И, в общем, видимо, не без причины Но, когда появляется цель, например, выбор в Мосгордуму Борьба с каким-нибудь политическим процессом Освобождение кого-то, кого там, значит, замели Люди объединяются очень хорошо И всякие межпартийные различия у них вполне стираются Поэтому я бы ждала скорее Компании парламентской Для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть Потому что голосование по Конституции Во-первых, очень невнятная правовая процедура Во-вторых, происходит, если вообще произойдет В слишком чрезвычайной ситуации Для того, чтобы кто-то тут сумел Какое-то политическое действие осуществить Включая, кстати, и самих организаторов этого голосования Они ведь тоже не знают, что делать У них тоже 7 пятниц на неделе Переносим, потом нет, все-таки 22 апреля Теперь нет, все-таки, наверное, перенесем Но готовимся, но, может, проводить не будем Это ситуация такая Тут выстраивать какую-то тактику И следовать за ней, так сказать, железно Неразумно Потому что меня это все слишком На ваш взгляд, насколько эффективно сегодня власть взаимодействует С людьми так называемых либеральных взглядов Потому что это достаточно комплексное понятие Учитывая, что Ксения Собчак Которая достаточно долго выступала По крайней мере, публично Позиционируя себя как человеком либеральных взглядов Ведет ток-шоу на Первом канале Иван Сурвила, молодой журналист Перспективно его назвали Одним из лучших молодых журналистов России На Russia Today делает интервью И так далее и тому подобное То есть Мария Баронова Там был целый конфликт с Навальным Я читал как раз в Фейсбуке Они переходят на государственную службу Ну, можно так, наверное, сказать То есть власть заинтересована в том Чтобы скупать лидеров Ну, скажем так, либерального толка Лидеров? Боже мой, вы мне назвали Каких-то нескольких журналистов Которые трудоустраиваются Куда-то Но журналисты трудоустраиваются Им работать надо Это не является никаким Политическим событием Ничто из того, что вы мне назвали Значит, вот вслед за Несуществующим политическим субъектом Оппозиция Давайте перестанем говорить О политическом субъекте власть Ее тоже не бывает Это очень нам расчистит умственные горизонты Поможет смотреть на ситуацию Более реалистично Если говорить, опять же Не о тех рандомных фактах Которые вы назвали А о том, как это в принципе бывает То существует такой процесс Называется кооптация Авторитарные режимы к этому прибегают Что такое кооптация? Это возможность для оппонентов Политического режима Стать его частью Обычно кооптация происходит через выборы Не через взятие на работу Еще раз повторю Какого-то человека из соцсетей А через выборы Когда людям дают возможность Куда-то избраться Кооптацией занимаются и демократии Это вообще одна из основных функций Легислатор Они дают возможность Потенциальным политическим лидерам Проявить себя Одновременно они, да, становятся Частью системы И дерадикализуются Это один из способов дерадикализации У власти левые правее Правые левее Это не потому, что они такие циничные становятся И предают свои идеалы А потому, что они попадают в пространство компромисса Где много таких, как они И они вынуждены договариваться Это могучий инструмент Для снижения вообще радикализма И вообще-то говоря Борьбы с экстремизмом Борьба с экстремизмом Не в том заключается В чем мы привыкли ее видеть А в том, что открываются Каналы для политического участия И те люди, которые в принципе хотят Этого политического участия А люди обычно этого хотят Они по лесам бегают Да, и убивают друг друга Они участвуют И все вот эти ваши горячие головы Становятся муниципальными депутатами И отлично работают на общественное благо Это, в общем, механизм демократии Вообще-то говоря Автократии тоже так поступают Но только тогда, когда они могут себе это позволить Когда они достаточно популярны И устойчивы для того, чтобы, например Разрешить себе Не считать для себя угрозой Какую-то оппозиционную фракцию В федеральном парламенте У нас близко ничего подобного не наблюдается У нас отсечение происходит На очень раннем этапе Выборы регулируются путем недоступка Посмотрите, что происходило На выборах в Мосгордуме Какая там кооптация Какая скупка лидеров О чем вы вообще говорите Скупка была бы, если бы их всех зарегистрировали Дальше они бы прошли в своих округах И вот, пожалуйста, образовали бы В Мосгордуме оппозиционную фракцию Ирония в том, что оппозиционная фракция В Мосгордуме все равно возникла де-факто Она состоит из людей Которые избирались от системных партий Это вот такая хитрость Выдающаяся политическая Когда ты выигрываешь выборы В которых не участвовал Что, собственно, сделал Алексей Навальный Но Никакой скупки лидеров Никаких признаков кооптации Говоря в политологических темах У нас не наблюдается даже близко Несмотря на то, что вы не раз В интервью много раз подчеркивали О том, что ваша деятельность Она не политическая, а просветительская Среди ваших комментаторов Есть те, кто пишет Шульман в президенты Был также пост опубликован Одним известным журналистом Блогером популярным в Фейсбуке Об этом Ну, пару лет назад, если я не ошибаюсь Вы как-то всегда очень насторожены Вот к таким инициативам Или я ошибаюсь? Я все-таки не называла свою деятельность Просветительская Как-то слишком пафосно звучит Я ее называла преподавательская И научная Каковой, собственно, она является По-моему, основному месту работы Я не то, чтобы насторожена К этому отношусь Я понимаю, что люди хотят сказать хорошее Это такой русский способ сделать комплимент Типа, вот какая вы замечательная Президент Спасибо, что я могу сказать на это Ну, что касается участия, скажем Того же Сергея Шнурова И других неполитиков В политической жизни Потому что мы сейчас наблюдаем Что Шнуров там партию Роста Если я не ошибаюсь Валерия там тоже организует партию Сильных женщин, если я не ошибаюсь И так далее и тому подобное Это для чего нужно, скажем Достаточно успешному, богатому Сергею Шнурову? Для чего это нужно? Как вы считаете? Вы опять пытаетесь угадать Мотивы постороннего человека У него спросите Зачем ему это нужно Более того, это не важно Что он вам ответит Скажу я заранее Как-то спойлер Это не имеет значения Наступает этап подготовки К предвыборной кампании Еще не сама предвыборная кампания Но подготовка к ней Доступочных парламентских выборов Как и предполагалось Все-таки не будет Я думаю, что они состоят Скорее весной, чем осенью Следующего года Но они состоят в следующем году Соответственно, в них будет участвовать Хочет участвовать много кто И в них будет участвовать Собственно, основная партия И партия Единая Россия Которой необходимо Сохранить конституционное большинство Или в качестве программы Минимум Сохранить простое большинство В новом парламенте Это принципиально важный Вопрос для всего этого Сложного нашего трансферного Периода Государственной думы Ключевой элемент Политического механизма Который этот трансфер будет оформлять Поэтому нужно сохранить большинство Как это сделать? Разными способами Набор инструментов очень велик От прямой пропаганды До фальсификации выбранных результатов Хотя это не самый важный Среди этого набора Создание, так сказать Выпуск на арену Малых партий Почему это выгодно основной партии? Потому что Наше избирательное законодательство Написано таким образом Что? У нас существует порог Вхождения в Думу 5% Голоса всех партий Которые набрали меньше 5% Распределяются между прошедшими В определенной пропорции Это написано в законе Пропорция это такова Что она дает максимальную премию Победителю То есть максимальное количество голосов Всех партий Вне зависимости от политической ориентации Которые баллотировались Но набрали меньше 5% Отойдет тому Кто набрал больше всех голосов То есть в нашем случае Единой России Вот собственно очень простая Электоральная математика Которая дает вам ответ на ваш вопрос Без этих загадочных гаданий Зачем ему это нужно? Зовет ли его песня В дорогу? Или еще чем-нибудь в этом роде? Это абсолютно не имеет значения Я напомню Телефоны прямого эфира В нашей студии 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Вы также можете звонить И пишите нам в WhatsApp 230-6191 Задавайте свои вопросы Да, Виталий Звонок сначала примем Потом зачитаем Слушаем вас Добрый день Добрый день Как вас зовут? Ушел из жизни Эдуард Лимонов Скажите пожалуйста Как вы оцениваете Его деятельность Не только как писателя Но и как политика Спасибо вам Я ничего не знаю Об этом человеке Вот если вам нужен Тот комментатор Который ничего не может Об этом сказать То это вот прям Вы к правильному Эксперту пришли Вопрос от Виталия Можно о боге О богах Поподробнее Когда и кого Нам передали Ну возвращаясь К тексту Конституции Сейчас скажу Значит так Российская Федерация Объединенная Тысячелетней историей Была тысячелетняя история Которая объединяет Российскую Федерацию А объединенная Эта история Российская Федерация Делает что? Сохраняет память предков Предки что сделали? Передали нам Идеалы И веру в Бога А также Преемственность В развитии Российского государства Тут не очень ясно Преемственность В развитии Российского государства Предки передали Или Российская Федерация Ее сохраняет Сохраняя память А также преемственность Либо предков Передавших нам Идеалы И веру в Бога А также преемственность Тут есть двусмысленность Тем не менее Преемственность Каким-то образом Присутствует В этой фразе Российская Федерация вот с этим совсем что делает признает исторически сложившиеся государственное единство то есть российская федерация признают самую себя исторически сложившиеся государственные единства это вот нынешнее государство и есть она сложилась исторически вот все что я могу сказать вам в ответ на ваш вопрос стало яснее читайте конституцию довольно сильно сложный текст еще много запятых кстати в этом тексте и также отмечаю хорошо в первой версии поправок так сказать поправках первой волны не хватало запятых и как не доложили а тут более-менее все грамотно с точки зрения пунктуационной но вот эта фраза которую я вам зачитала она бессмысленно лингвистически а в ней нет смысловой нагрузки она построена по кольцу это закольцованная фраза а то есть она начинается с российской федерации объединенной тысячелетней истории и заканчивается исторически сложившимся государственным единством голова фразы равна ее хвосту еще звонок у нас добрый день я с ужасом слушаю вашу передачу она напоминает следовательский допрос и допрашиваемая с радостью доносит предательски на свою родину как же ей не стыдно спасибо классическая схема в общем-то не раз приходилось слушать если хотите можете прокомментировать да если готовы прокомментировать мне нравится эта фраза она является универсальным комментарием я думаю что к любому публичному высказыванию надо будет запомнить и тоже употреблять и финал тоже хороший как же вам не стыдно давайте я вас тоже спрашиваю а вам как не стыдно не стыдно вам ну судя потому что нас обвинили в том что мы вас допрашиваем наверное нам должно быть стыдно потому что мы вас не допрашиваю но у нас и наоборот все-таки допрашивать и должны стыдиться этого и вот кстати виталий который задавал вам вопрос про бог написал еще один комментарий а ранее тысячелетней истории наших предков еще не было то есть вот этот вопрос что было вам виталию тысячи лет мало да скромно слишком но можно было написать объединенные много тысячелетней истории то что тысячи лет назад что у нас тут было но в общем уже тут много чего было как что-то давно уже мы тут существуем еще одна форма государственного единства успеем принять слушаем вас давайте вопрос добрый день здравствуйте господин я конечно абсолютный оппонент ваших взглядов но глубокие слова уважения за ум за все остальное вот у меня такой вопрос вот у меня картина стоит десятилетними перед глазами вот это семи банкирщина значит там фридман гусинский помните как они стоят смеются значит как они все прекрасно и вот размышляя все эти годы я пришел к тому что никто не сможет удержать власть даже путину это не удалось вот неужели на самом деле считаете что кто-то из либеральных оппозиций вообще кто-то сможет прийти и вот какой-то мягкой рукой что-то попытаться сохранить вот в том русле которое вы вот ну придерживаетесь проповедуете то есть для меня это абсолютно невозможно то есть диктатура и это значит слово неподходящее но путину своего воли с его огромным ресурсом это не удалось про эльцина и говорить нечего да спасибо вам за вопрос понятный вопрос и очень распространенные часто встречающиеся точки зрения смотрите а я стараюсь объяснить о чем собственно состоит ответ на эту казалось бы неразрешимую загадку только какой-то колосс невероятный может удержать вот эту махину власти говорит нам слушатель и говорит не он один если уж нашелся такой который худо-бедно но по мнению слушателя как-то недостаточно крепко но все-таки как-то удерживать то нужно оставить это все как есть потому что второго такого не найти действительно рассуждение в котором нет ни единого изъяна но такое же закольцованное как вот эта самая единая российская федерация признающая свое единство в чем решение которое собственно нашло все человечество идет по этому пути решение в том чтобы не было вот этого вот огромного мешка с полномочиями который должен кряхтя и вообще страдая пояснице удерживать на своих плечах какой-то один атлант решение состоит в распределении этих полномочий в том что вся власть не принадлежит демократический лозунг вся власть никому она распределяется между тремя ветвями исполнительной законодательной и судебно возникает полномочный парламент который в рамках своих компетенций обсуждает и принимает закон есть исполнительную власть которую эти законы исполняет независимый суд который обе эти ветви власти так сказать рассуживает, в том числе регулируя конфликты между ними, одна из функций высших судов, вообще-то в развитых правовых системах. Кроме того, значительное количество полномочий опускается вниз, на региональный и особенно на местный уровень, там, где люди сами имеют возможность решать то, что их касается, вопросы те, которые касаются их непосредственно, не ожидая, когда из далекой столицы им прискачет курьер с императорским указом. Вот эта распределенная пирамида власти, устойчива. Люди внутри нее могут меняться, но она не падает. Электоральная ротация происходит легко, не вызывая потрясений. Был один, выбрали другого, передал ключи от кабинета и ушел спокойно на другую работу или на пенсию. Никто не гонится с тобой с криком «Вернись, подлый диктатор, сейчас мы будем тебя судить». Вот что такое демократия. Единственный выработанный человечеством работающий инструмент поддержания стабильности. В настоящей стабильности они череды чрезвычайных ситуаций, которые поддерживают текущее положение вещей, поэтому они всегда будут чрезвычайными. Каждый раз обязательно кто-нибудь выйдет на трибуну и скажет, знаете, я бы и рад бы тут, значит, сменяемость власти организовать. Но вы смотрите, что кругом творится. То понос, то золотуха, то пожар, то наводнение, то одним заболели, то другим. Но никак нельзя бросить руль в такой тяжелой обстановке. Обстановка всегда будет тяжелой. Еще раз повторю, не нужны сверхчеловеки для управления государством, потому что не может один человек или даже один человек и его пять друзей всем этим заниматься. Этого и у нас на самом деле не происходит. Власть гораздо большей степени распределена. Мы с вами говорили об этом чуть раньше, да? Не так много завязано на этом самом одном человеке, что избавляет его от необходимости быть таким вот легендарным героем, коим он и не является, как и никто из нас им не является. Но поскольку все-таки сохранивающее положение вещей очень хочется, то надо создавать иллюзию, а уникальности и героичности собственной, б чрезвычайности, которая плещется вокруг. К сожалению, нам пора заканчивать. Передам от Артема еще комментарий. Он пишет свое глубочайшее уважение и говорит, что вы прекрасны. Спасибо вам, что нашли время, вышли в прямой эфир нашей программы. Политолог Екатерина Шульман была гостем.